Доброе утро, дорогие друзья! В эфире утреннее политическое шоу «Кактус». Я ведущий Виталий Колесников, и следующий час мы с вами проведем вместе, разговаривая о новостях, обсуждая их. Я вам что-то рассказываю, вы мне как-то на это реагируете, ну и все в таком духе. Как вы можете реагировать, спросите вы, либо в комментариях под этим эфиром, либо обычным самым комментарием, либо комментарием в суперчате. Комментарии в суперчате платненькие, но зато они засчитываются в приоритете, и это всегда здорово. Также в Твиттере с хэштегом «Кактус» можете задавать свои вопросы или что-то писать, мне вот все показывают, скидывают, выводят, я все это вижу, читаю, радуюсь или грущу, ну в общем, все в таком духе. Также, дорогие друзья, напоминаю, у нас есть приложение «Навальный радио» для iOS и Android устройств, так что если вдруг вы не можете нас смотреть и созерцать, то вы всегда можете скачать это приложение и просто слушать нас, воткнуть наушники и наслаждаться прекрасными голосами ведущих в любом месте, где есть интернет, интернет-подключение, и все в таком духе, в метро, в душе, в общем, где угодно, главное, чтобы душа к этому лежала. Вчера, например, вот уже был наконец-таки «Навальный в 2018» с Алексеем Навальным, а не с Алексеем Заменителями, так что вот можете, например, послушать последний эфир. Также ставьте лайки, шерсти, эфиры с друзьями, потому что это всегда очень помогает, знаете, нашу распространять сеть-паутину, чтобы, ну, чтобы вот, не знаю, другие люди о нас узнавали, и в том числе узнавали о том, какой вы самосознательный и ответственный гражданин. Сегодня у нас 15 июня, и, конечно же, конечно же, давайте вот опустим все-все-все. Разумеется, главная новость дня, главная новость дня, друзья, это победа нашей сборной России. Да нет, это не главная новость! Я, это, давайте, давайте по порядку. Смотрите, вчера произошло три события. Победила архитическая сборная по футболу в матче с арабскими, с, 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 с... С кем мы там победили, боже мой? С Саудовской Аравией. Но еще более оформилось-таки уже решение о повышении пенсионного возраста, а также о повышении НДС! И вот давайте, ну вот, вот попросим Дашу-путешественницу, Дора the Explorer, ранжировать эти события по значимости. Вот что для жизни обычного гражданина важнее? То, что у него будут забирать больше денег от налогов, зарплаты там и так далее. То, что он, скорее всего, сдохнет, прежде чем получит свою пенсию. Или то, что 11 миллионеров обыграли других 11 миллионеров. Это просто невозможно раздражать. Я невозможно бомблюсь не потому, что я не смотрю футбол, весь такой не спортивный, не болельщик. Не потому, что я натурал. А потому, что нельзя ставить в приоритет новости спорта, да даже хоть чемпионата вселенной! Если у тебя в стране происходит какой-то трындец! Я этого не понимаю. Я вчера, эм... Так получилось, что вечером-вечером мне пришлось выйти погулять по улицам города. Я ходил по Арбату. Там у каждого бара, у каждого экрана собирались люди на улице, в целые толпы смотрели, болели. А потом в метро ходили такие «О, Россия! Россия!» Кричали! Мне хотелось им вскрикнуть «Вы идиоты!» Ну, конечно же, я не кричал, потому что я не хотел получить по лицу от наших болельщиков, потому что они на это способны. Вот. А я не тот, чтобы владею всеми боевыми искусствами, особенно против толп разъяренных, пьяных, пузатых фанатов. А во-вторых, эм... Чему вы радуетесь? Вот-вот-вот, честно, чему вы радуетесь? Я никаким образом не обесцениваю победу здесь нашей сборной. Ребята молодцы, забили пять голов, мы об этом поговорим, я об этом чуть подробнее скажу. Это здорово. Не подумайте, они один из тех вот, тем шизоидных снобов, которые, когда, не знаю, там, выигрывают наша хоккейная сборная чемпионат мира, там, или олимпийскую тигру, которые говорят «Ой, вот хоккеисты выиграли! Лучше в стране батареи сделали!» Нет! Победа — это здорово. Победа, спортив, в любом, даже в непопулярном сборной, несборной — это здорово. Ребята молодцы и большое им за это уважение. Но люди, которые ставят эту новость в приоритет, это абсолютно неправильно. Вот я тут где-то кинул газетку, которую взял в метро, вот эту бесплатную, и там на первой полосе вот прям было про футбол, про то, что мы победили. Нет! Это не... Это должно быть на первой полосе. У нас другие новости должны быть в повестке дня. Это важно. Люди, пожалуйста, научитесь расставлять приоритеты. Собственно, давайте я про это немножко поговорю, собственно, про эти темы расскажу, что вообще происходит. Возможно, об этом вчера говорил Алексей, я, к сожалению, его эфир не успел посмотреть еще. Так что, если буду в чем-то повторяться, то извините, но как бы новости есть новости, и мы их обсуждаем, вот важные такие, как, например, повышение НДС и пенсионного возраста. Ни один день, ни одну передачу, и ни два дня, и ни неделю, а гораздо дольше и больше, потому что это действительно важная тема. И если вы думаете, что повышение пенсионного возраста вас не затрагивает, то вы очень сильно ошибаетесь. Это даже меня затрагивает так или иначе, несмотря на то, что я вроде как, знаете, очень далеко от пенсионного возраста. Собственно, правительство в четверг объявило о том, что они собираются действительно повышать пенсионный возраст. Для мужчин его собираются повысить до 65 лет, сейчас он составляет 60, а для женщин до 63, сейчас он составляет 55. Вот, собственно, перед вами вы можете видеть график, кто и когда сможет выйти на пенсию. Да, эти изменения более-менее постепенны, но тем не менее. На графике вы можете видеть, что вот, собственно, мужчины 58-го года рождения должны будут выходить вот сейчас, но мужчины вот в 63-го года рождения уже смогут выходить лишь в 2028-м. Женщины, которые родились в 63-м году, сейчас могут выйти на пенсию, но те, которые родились в 71-м, уже им придется выйти в 2034-м году на пенсию. Вот, сохраните себе где-нибудь этот график, если у вас вдруг есть, не знаю, престарелые родственники, которым скоро или уже или что-то еще в таком духе на пенсию. Собственно, тут вот эта проблема... Почему эта проблема? По очень простым причинам, по очень многим причинам, и почему это ужасная инициатива во всех смыслах, но не потому, что мы, знаете, такие либералы, которые засирают каждую идею нашего правительства и путинского режима. Никаким образом. Ну, как бы, с одной стороны, да, потому что инициатива у него херовая всегда, а с другой стороны, потому что на это есть очень объективные причины. Во-первых, мне очень нравится цитата, которую написали в обзоре к закону. В частности, это написал главный экономист ренессанс-капитал по России и СНГ Олег Кузьмин. Олег Кузьмин, пожалуйста, я надеюсь, что тебя уволят. До недавнего времени Россия была последней страной в Восточной Европе, которая не увеличивала возраст выхода на пенсию в соответствии с ростом ожидаемой продолжительности жизни. Текущие демографические прогнозы предполагают, что численность родоспособного населения в России в 19-20-х годах снизится, и так далее, и так далее. Ну, там уже просто цифры, я не зачитываю, если интересно, найдите цитату. Я вам зачитал ее к тому, что здесь, знаете, обозначают то, что Россия последняя страна в Восточной Европе с таким вот низким уровнем выхода на пенсию. Собственно, к этому, слушайте, во-первых, у меня, кстати, печальный факт, что я подумал, что никто из тех, кого напрямую затрагивает пенсионная реформа, скорее всего, как-то сейчас не смотрит. Ну, то есть вот те люди, у которых сейчас скоро, не знаю, их ожидала пенсия, а оказывается, не так скоро, скорее всего, они вряд ли посмотрят. Если посмотрят, скажут, ой, навальнись-то, а? Но вы-то, если у вас есть родственники или знакомые старшего возраста, вы уж что-то им покажите, пожалуйста, эфир, пусть хотя бы, ну, узнают, что происходит. Так вот, в качестве, по сути, одного из многочисленных аргументов за эту реформу приводится то, что Россия — это вот последняя страна Восточной Европы, в которой не повышают возраст. Но есть одна проблема. Во-первых, Восточная Европа — это так себе ориентир для хорошего примера. Восточная Европа — это не вся Европа, но не в какой-то Германии, Франции. Восточная Европа — это страны вроде Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Украины, Белоруссии и так далее. Ну, разумеется, я вообще не хочу приводить в пример Белоруссию или Украину, потому что они никаким образом, ну, ориентироваться на них — это странно. Более того, даже ориентироваться на Румынию или Болгарию — это не очень удачно, потому что пенсии в Румынии и Болгарии — это одни из самых низких пенсий в Европе вообще. Я уже в пересчете на рубли вам все буду говорить. Например, пенсия в Румынии составляет 13 900 рублей, а в Болгарии — 7 200. Она такая средняя минимальная. И это довольно мало. Это, объективно говоря, довольно низко. Но, кстати, посмотрим на эти страны, и Румыния, и Болгария, и даже Менгрия, допустим, та же, да, далеко не самые богатые страны, у них особо ничего нет, они особо ничего не экспортируют, у них нет никаких особо залежей, полезных ископаемых, и поэтому это такие, ну, реально бедные, хотя и цивилизованные страны Европы. У нас же вроде как, по заявлениям всех пропагандистов, самого Путина, вот его правительства и прочих, очень такая классная мировая сверхдержава, одна из первых экономик, ну, хотя, конечно, это же не так, и вообще мы такие классные, большие и богатые. Так что почему классные, большие и богатые должны ориентироваться на маленьких и бедных, не очень понятно. Это как если бы, не знаю, Роман Абрамович, не знаю, Роман Абрамович, хоть Марк Цукерберг, сравнивать Россию с Марком Цукербергом, это даже стыдно, Цукерберг все-таки хороший чувак, ну, давайте, тем не менее, допустим такое сравнение. Представьте, что Марк Цукерберг приходил бы домой к своей жене и вот говорил, знаешь, дорогая, я, конечно, не сам богатый человек в мире, далеко не, но зато я получаю больше, чем сотрудники завода АвтоВАЗ в России. Так что, как бы, гордись мной. Вот это примерно такая же полемика. Так вот, в других же странах Восточной Европы, например, в Чехии, средняя пенсия 30 тысяч 240 рублей, в Словакии 27,820, в Польше 24,840 и в Венгрии 26 тысяч рублей. Это такие, опять-таки, средние пенсии, переведенные по курсу в 72 рубля, в 72 евро, извините, 72 рубля за 1 евро. Вот, по вот этому курсу, приведенной, у нас же средняя пенсия сейчас составляет, составит планируемую пенсию, среднюю пенсию на 2018 год 14 тысяч 137 рублей. 14 тысяч рублей в месяц, это безумно мало. На 14 тысяч рублей выжить невозможно. Объективно говоря, если бы я был пенсионером, то моя нынешняя коммуналка, при том, что я живу не в каком-то классном загородном доме или в элитной квартире в ЖК, в элитном жилом комплексе, а в обычной такой панельной квартирке, у меня бы уходило процентов 80-90 просто бы на коммунальные платежи, если бы я получал бы 14 тысяч. Вода, электричество, с этой прочностью. Цены на коммунальные услуги у нас, конечно, конские. Также представьте, что нужно платить еще за лекарства, нужно покупать себе какую-то еду и, в принципе, не хотелось бы еще, знаете, какое-то развлечение. Я понимаю, что слово развлечение и пенсия для пенсионеров в России звучат как боль, но я даже не привожу в сравнение, знаете, каких-то американских пенсионеров, которые на свою пенсию путешествуют, которые катаются по Европе, смотрят мир, и которым их пенсия позволяет. Люди, которые проработали, не знаю, всю жизнь и заводят какой-нибудь Chevrolet, могут себе позволить на свою пенсию жить. Не выживать, а жить. А российские пенсионеры вынуждены именно выживать. Так вот, выживать на эту пенсию крайне тяжело и практически невозможно. Пенсия ниже 25 тысяч рублей в России, это ничтожно. Пенсия ниже 25 тысяч рублей в России быть не должна. У нас достаточно богатая страна, которая могла бы обеспечить минималку пенсии в 25 тысяч рублей, но из-за коррупции, плохого менеджмента, воровства и идиотов во власти слишком много денег уходят на совершенно иные нужды. К чему я вам приводил эти цифры по Восточной Европе? К тому, что, когда мы говорим, когда правительство говорит о том, что «Ребята, в Восточной Европе вот повысили, давайте мы повысим, мы последний не повысили», когда вы говорите про Восточную Европу и ориентируетесь на нее, ориентируетесь хотя бы на более качественные и хорошие примеры, ориентируетесь, например, хотя бы Чехии, которая имеет далеко не самую хорошую пенсию по меркам Европы, но, тем не менее, это 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей получает среднестатистический чешский пенсионер. А вы же все такие богатые, классные, камон, ориентируетесь тогда вообще на Германию, ориентируетесь на Францию. Вот в этих странах действительно достойный уровень пенсии, и пенсионеры не бедствуют, у них все хорошо. Почему нам не ориентируются на них? Почему мы ориентируемся на худших? Это как троечник, который говорит, ну, мам, я не получаю пятерки, но зато и вот Петров-то двойки получает, а я только тройки. Это странно. У нас есть все возможности и все данные, но нет. Дальше. Есть еще такой интересный момент. В России средняя продолжительность жизни составляет 70 лет. Почти 71, но давайте округлим в меньшую сторону, хотя обычно в больших правилах. 71 год составляет средняя продолжительность жизни. То есть вот по сухим данным, мужчины должны будут выходить на пенсию в 65, проживать 5 лет и пока. Женщины 7 лет и до свидули. Разумеется, я не забываю, что по новым указам Путина продолжительность жизни должны поднять до 80 лет. Как это будут делать? Непонятно, потому что он-то придумал очень интересную мысль, то, что надо, чтобы люди жили по 100 лет. Ну ладно, по 100, по 80. И дал всем задание. Как я буду выполнять? Каким образом? Непонятно. Недостаточно просто, не знаю, построить больницы и сделать лекарства дешевле. Это не увеличит продолжительность жизни. Это многоступенчатая, сложнейшая работа, сложнейшая задача. У нас мужики, не знаю, которые вот живут меньше, чем женщины, об этом тоже поговорим сейчас, мрут как мухи, не только потому, что нет лекарств и не знаю, что-то еще, а потому что многие россияне вынуждены работать в тяжелейших условиях, которые, когда ты получаешь зарплату на заводе в 20-25 тысяч рублей, люди вынуждены работать не на одной, а на двух, на трех работах. И люди просто гробят свое здоровье. При том, так же, что люди не могут особо позволить себе покупать качественное питание и продукты. Вот посмотрите, сколько видео, когда пенсионеры разворовывают свалки около пятерочек и тому подобных заведений, потому что у них просто нет денег купить себе нормальные продукты. То есть люди у нас плохо питаются, поскольку выйдите на улицу в своем районе, посмотрите на эти серые, блюдские здания, впадите в депрессию. Собственно, люди бухают у нас очень активно, люди портят свое здоровье, люди трудятся не только на вредных производствах, но и просто много вкалывают и гробят свое здоровье с молоду. У нас так же нет никакой хорошей, развитой спортивной инфраструктуры, в том плане, что люди в Америке очень любят заниматься спортом. Сколько бы вы ни говорили про то, что вот в Америке много жирных, там есть все условия для того, чтобы люди занимались спортом. Абсолютно любым. Ходьбой, не знаю, серфом, вейкбордом, бегом, чем угодно, велосипедом, построено много площадок, много стадионов, развита инфраструктура, и люди могут себе позволить это выбрать, а те, которые идут в профессиональный спорт, они имеют возможность чего-то добиться. У нас же это абсолютно не так. Прийти в любую спортивную школу, более-менее какую-нибудь, я не знаю, традиционную, и там будет какое-нибудь старое ублюдское советское здание разваливающееся, какой-нибудь тренер, который заглядывается на девчачьи жопы, несовершеннолетние. И вот вам будет российская инфраструктура спорта. Собственно, это я все веду к тому, что люди у нас живут крайне мало. В Европе, когда повышали пенсионный возраст, всегда это сопровождали с какими-то реформами, которые увеличивали продолжительность жизни и качество жизни пенсионеров. Потому что, ну, это просто логично, объективно говоря. Потому что, если людям нужно выходить на пенсию позже, то им нужно и как бы и жить дольше. Вот Анна пишет, ну, они бы сразу до 80 подняли, бы все равно мало кто доживает до 85. Собственно, возвращаясь к моменту с доживанием. Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в России составляет 71 год, продолжительность жизни гендерная немножко разница в России. Она действительно разная. мужчины живут меньше, мужчины живут в среднем 67 с половиной лет, женщины 77 и 6. То есть, когда мы вот уже ориентируемся не на продолжительность жизни среднюю по двум полам в 71 год, а продолжительность жизни каждого отдельного пола, то есть, для мужчин это 67 с половиной, для женщин 77 и 6, и вот в этих рамках уже рассматриваем новое повышение возраста, тогда уже становится еще интереснее. Это получается, что мужчина в 65 лет выходит на пенсию и в среднем в 67 с половиной умирает, то есть, живет 2 с половиной года на пенсии, а потом отправляется в мир иной. Для женщин ситуация, конечно же, лучше. Она уходит в 63 года и больше 10 лет живет на пенсии. Во-первых, разница вот в том возрастах для мужчин и женщин неоправданна, то есть, женщин у нас в пенсионном возрасте сейчас в стране больше, они живут в среднем дольше, но для них выход на пенсию раньше. Почему так? Это не очень понятно. Ну, я этого и правда не понимаю. Далее, при увеличении выхода на пенсию до 63 лет, даже до 63, вероятность дожить до этого возраста и долго прожить на пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди развитых стран. Ниже уровня Украины, Болгарии, Литвы и Беларуси. То есть, объясню на пальцах, мы, во-вторых, повысим продолжительность жизни и шанс того, что вы доживете и долго проживете на пенсии будет меньше, чем в Украине, Литве, Беларуси или Болгарии, где, собственно, пенсии низкие. Диана пишет, я человек с плохим здоровьем, раньше думал, что пенсионный возраст для меня под вопросом, теперь точно не стоит, а мне всего 29 лет. Собственно, вот о чем я и говорю, для вас, для меня, вероятность долга прожить на нашей пенсии ничтожна, а более того, даже хоть 20 лет на пенсии, с пенсией 15 тысяч рублей прожить, камон, выжить, и то в лучшем случае. Грязный Гарри пишет, нельзя всех под одну гребенку, есть разница, если человек работает на заводе или в офисе под кондиционером. Есть разница, но на самом деле сложно было бы дифференцировать пенсию в зависимости от того, что там пенсия для завода больше, для офиса меньше, поэтому пенсия индексируется в зависимости от зарплаты, которую получает человек, но де-факто это все работает крайне-крайне плохо. Что дальше? Ну и последний комментарий прочитаю, Арина Кей, они считают, что пенсионеры не люди, и граждане России не люди, мы роботы, у нас же на технологии все логично, бро. Они считают себя, знаете, что раз Путин там доживет до 100, то и все пенсионеры доживают до 100. Где-то я видел шутку, что Путин долго спорил с утверждением, что за него одни пенсионеры, поэтому он просто взял и поднял пенсионный возраст, чтобы за него были молодые работающие люди. Также, есть еще один важный момент. Чем старше человек, тем он менее трудоспособен. Это никакой не эйджизм, это факт. Ну, откровенно говоря, давайте серьезно. Когда в Европе или в других странах повышают пенсионный возраст, государство старается заботиться о трудоустройстве более старших граждан, создает рабочие места, программы, законы реформирует и прочее. У нас об этом даже речи не идет. То есть, грубо говоря, государство говорит, что старики, вы не сможете выходить на пенсию еще какое-то время. При этом, где старикам работать не очень понятно, потому что многие компании, объективно говоря, во-первых, не особо с удовольствием берут более старших людей к себе в штат, а во-вторых, людям в старшем возрасте просто банально сложно работать. Если человек, не знаю, шпарил на двух заводах, когда ему было 30, то шпарит на двух заводах, когда ему 60, гораздо сложнее. И по сути, у нас, объективно говоря, разумеется, вырастет уровень безработицы многократно. Во-первых, разумеется, что по статистике, вот при данном повышении пенсионного возраста, около миллиона новых трудоспособных граждан у нас появится за счет вот этой вот разницы возраста. И куда этот миллион девать, куда его трудоустроить, непонятно. Государство для этого не прилагает никаких усилий. Гражданам в старом возрасте работать сложно, ну реально сложно, давайте честно скажем. Поэтому на пенсию выходят, на самом деле, в первую очередь, не потому что заслужен отдых, а потому что работать, ну просто становится физически тяжело и опасно для здоровья. И старики, которые вот будут, по сути, через силу, через себя работать, чтобы себя прокормить на старости, будут еще больше гробить свое здоровье. Выйдите на улицу, посмотрите на стариков, которым сейчас 60. Посмотрите на своих бабушек, которым 60. Это не европейские, не американские пенсионеры, которые в 60, как огурчики, никоим образом. Это старые, больные, травмированные люди, которые с трудом передвигаются и которым реально жить ну очень и очень тяжело. И вот для них, собственно, собираются еще повышать пенсионный возраст. Классно, классно, ничего не скажешь, очень здорово. Повышение будет происходить темпами плюс один год раз в два года. Затронет мужчин 59-го года и младше, и женщин 64-го года и младше, как я это уже говорил. Александра пишет, схема жизни в России родился, учился, работал, ушел на пенсию. Нет, не работал. Умер, еще 6 лет, ждешь пенсию. Да, примерно так. Теперь шахтерам точно не дожить до пенсии. Да, людям, которые... У людей с опасными производствами там какая-то своя схема расчета возраста, средств и прочего, но тем не менее, по сути, да, наше государство делает все, чтобы люди тупо не доживали до своего пенсионного возраста. Как они будут безработать и с пенсией жизни? Нищенствовать! Нищенствовать! Или, ну, тем, у кого есть родственники молодые, которые смогут им помогать, ну, придется помогать, потому что, ну, а куда деваться? Что делать? Дети, своих родителей должны будут содержать. Да, люди, которые пропахали на государство десятки лет, которые жизнь, не знаю, положили в госорганах, например, в госучреждениях и далее, что с ними будет? Непонятно. Друзья, очень такая тяжелая тема, я вообще вам рекомендовал ее обсудить с Миловым, он как экономист вам про это все очень интересно и здорово расскажет, но, тем не менее, какую мысль я хочу до вас донести, что эта инициатива плоха, она, по сути, убийственна для многих граждан России, сейчас у нас людей на пенсии 43,2 миллиона, это примерно 29,5% всего населения, и это количество будет увеличиваться. Так вот, я хочу донести на мысль, что повышение пенсионного возраста это губительная инициатива, что она ужасна и отвратительна, и что нету ни одного аргумента в поддержку этой инициативы. последнее, что хочу сказать, это что я сейчас хочу сказать, извините, это другое новость, я чуть ошибся, так вот, друзья мои, не поддержите эту инициативу, и знаете, что обидно, что предлагают повысить пенсионный возраст где-нибудь в Европе или где-то еще, и пенсионеры выходят на улицу и говорят, что ребята, а мы вообще-то против, вы вообще-то о нас подумали, а не охренели ли вы чертова номенклатура, и что происходит у нас? Россия! Россия! Вот эти вот обезьяни пляски с бубном, когда, по сути, вот у людей, которые орали вчера на улицах Россия, Россия, ваши родители умрут, не дожив до пенсии или будут вылочить жалкое существование, потому что вы вместо того, чтобы выйти на улицу, чтобы рассказать свое отношение этой власти, чтобы высказать свое фу, ходили намалеванными флажками России на своих щеках и орали Россия, Россия и все дела. Вместо того, чтобы взять судьбу своей страны в свои руки, вы просто все просрали, потому что ходили и радовались сраному футболу. И вот именно это, от этого меня припекает больше всего, что у людей отнимают будущее, отнимают жизни, потому что повышение пенсионного возраста, опять-таки, объективно, без преувеличений, повышение пенсионного возраста это смертельный приговор для многих людей, потому что люди не могут работать в таком старом возрасте, тем более в России, потому что в России пенсионеры просто нищие, больные старики, которых здоровье полностью подорвано. Они не могут жить на пенсии, не смогут жить на пенсии и не смогут нормально трудоустроиться и, по сути, будут вынуждены умирать в нищете. И когда пропихивают закон, когда ваших стариков, ваших родителей и дедов по сути, убивают, вот в таком вот, знаете, да, это звучит пафосно, но это именно так и есть. Вы вместо этого орете Россия, ходите в шапочках и дудите в сраные дудки на улицах. И вот именно люди, которые вчера вот это вот делали, мне за вас стыдно. Не за вас, мои зрители, дорогие, которые разумительные граждане, а вот за тех людей, которые вместо того, чтобы думать о своем будущем, думать о своей стране, о себе, занимались херней вчера. А так да, явные политики, явные политики, я этим не интересуюсь. Не интересуйтесь дальше. Когда пенсия будет до 100 лет, налоги будут 50 процентов, и вас будут иметь и хвост, и в гриву, и, не знаю, у вашего барина будет право первой брачной ночи с вашими несовершеннолетними детьми. А вы продолжаете говорить, я вне политики. Если вы, то, может, и вне политики, зато политика уже глубоко внутри вас вошла по самой бубенчике в вас. Ваша политика, вне которой вы стараетесь быть. И это меня раздражает. 65-летний официант и менеджер кредитного отдела провез в Макдональдсе 70-летний консультант в связном. Ад настал, друзья. Да, именно. Куда? Куда устраиваться старикам? Вы сейчас вообще много видите работающих стариков? Не знаю, это какие-нибудь водители автобусов и другого транспорта, иногда продавцы, и, не знаю, работники, сотрудники заводов, чего-то еще. Где работают? Кассиры билетные, не знаю, охранники, и вы думаете, что старики смогут обеспечить жизнь этим? Тем более немощные и больные, как в России. Это ужасно. Может, вся пенсионная реформа, пишет Санбро Марко, это очередной пиар Путина, он заблокирует правительство и закон, напомнил обещание, и снова, типа, он красавчик, бабушки, громят, что бы, Навального и там подобное. Очень маловероятно, потому что у правительства нет денег. Они в край охерели, попутали берега, бороют столько, что денег не остается и, собственно, откуда-то их нужно черпать, собственно, вот и до этого. Также, говоря про депутатов, в комментариях назад про депутатов Госдумы, что-то про их пенсии, у депутатов Госдумы пенсии отличные. Вот. Давайте следующая новость, потому что следующая новость тоже важная и тоже такая финансовая. В России собираются поднять налоги. Ура! Поднимают НДС с 18 до 20 процентов. Ура, товарищи! У меня даже картинка есть. Я собесню, почему именно это. Я здесь живу! Я здесь живу! Классно! Почему эта картинка? Потому что теперь для того, чтобы выживать в стране с такими пенсиями и с такими налогами, вам нужно как Берр Грилсу как-то было на этом меме написано Adapt Improvise еще какое-то слово забыл, было третье слово Adapt Improvise. Кто помнит, напишите в комментариях, пожалуйста, забыл. Ну, в общем, чтобы выживать в России, теперь реально нужно быть Берр Грилсом. Я думаю, это был бы самый бомбический выпуск выжить любой ценой в России. Хорошая идея для ролика на Вайли Кек. Так вот, дальше. Это не все, это очень интересная новость. Как отметил Антон Силуанов, дополнительные доходы от повышения ставки НДС составит более 600 миллиардов рублей, 600-600 обстанных путей, прошу прощения, миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года. По его словам, эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра будут основными источниками для, для чего? Для финансирования национальных целей и стратегических задач развития страны. Антон Силуанов и другие необразованные твари в правительстве. Во-первых, объясните мне, пожалуйста, что такое национальные цели и стратегические задачи развития страны? Я понимаю, что для вас это то, что вы сможете купить себе яхту, там, шикарный особняк, отправить детишек учиться в Париж и все в таком духе. Но вот, серьезно, вы собираетесь повышать налоги, собирать дополнительно 600 миллиардов рублей в год. Для чего? Для каких национальных целей? Что у вас за национальные цели? Пропишите. Почему я их не знаю? Почему никто их не знает? Почему у нас народ ни хрена не знает, на что собираются идти деньги, которые у них собираются силой изымать? Почему вы не говорите об этом? Почему вы не рассказываете об этом? Как в России обустроить экономику? У Алексея Навального была прекрасная программа, которую мы собственно делали к выдвижению в президенты, где мы говорили про минимальную зарплату в 25 тысяч рублей и про экономику и прочее. Все-таки думают, что да, вот откуда у нас только денег? В коррупцию только не воруют. Слушайте, коррупция это примерно триллион рублей в год. Это такая средняя оценка. То есть примерно триллион рублей прошу это представить. Во-вторых, у нас ведь воруют не только Путин, Медведев, Песков и ближайшее окружение, то есть люди, которые сидят в Москве в администрации президента и в правительстве, в Белом доме и в Кремле. Нет, воруют у нас абсолютно везде и абсолютно вся государственная махина. то есть ваш следак условно и грубо говоря может вам попросить у вас там три миллиона рублей за то, что уничтожит вещдоки и это может где-нибудь на Урале происходить без проблем. И собственно там же на Урале распределяют деньги и местные мелкие чинуши начальники их разворовывают. Теперь представьте, что ведь воруют не только в масштабах не знаю Москвы и Питера, а что каждый местечковый мини-депутатик этим занимается. Один Кадыров ворует столько, что можно было бы целую отдельную страну прокормить, а он кормит себя и своих гейских дружков. Послушайте, воруют огромные деньги, нужно менять всю систему и вот тогда в России действительно появятся средства. Средства для того, чтобы платить хорошие пенсии, для того, чтобы платить хорошие зарплаты государственные и для того, чтобы не повышать налоги и пенсионный возраст, а для того, чтобы развивать экономику. И правительство наше не перестает воровать, понимаете, в тонущий корабль, а они вместо того, чтобы подумать, что так, ребята, реально происходит дикий звездец, мы налажали, давайте хоть чуть-чуть меньше воровать, плиз. Нет, их аппетиты только растут. И поэтому они, собственно, дорисуют больше денег с обычных граждан, по сути, с нас, с вами. И это никаким образом не меняется. И в этом, дорогие друзья, огромная, огромная проблема. Слушайте, даже не знаю, что вам еще сказать, потому что все эти новости меня ужасно бомбят, меня ужасно не раздражают, потому что то, что происходит, это беспредел, это реально беспредел, это жесть, и реально ведь мы в этой стране с вами живем. Давайте перейдем к относительно позитивным новостям. Я сегодня говорил про футбол, про то, что мы вчера выиграли. Да, это правда, собственно, давайте перейдем к спортивным новостям. Я, прошу прощения, я буду, я плохой, не знаю, аналитик спортивных новостей и прочее, потому что совершенно не разбираюсь. Однако, вчера сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира 2018 года. Счет был 5-0. Первый гол чемпионата забил Юрий Газинский на 12-й минуте. Удвоил счет Денис Черышев на 43-й минуте. Артем Дзюба утроил счет на 71-й минуте. Также в добавленное время россияне отличились еще дважды. Черышев оформил дубль, после чего Александр Головин отличился со штрафного. Я искренне поздравляю сборную России по футболу. Они заслужили, они молодцы, они сами добились, они забивали всем голов. Очень здорово, очень молодцы. Я не звучу искренне, потому что, во-первых, если мне это не особо интересно, а во-вторых, потому что сложно для меня вообще в моей мировосприятии невозможно радоваться таким-каким-то голам и спортивным успехам, когда твою страну по сути убивают повышением налогов, повышением пенсионного возраста. Так, что вы пишете, что вы пишете? Офигенный выпуск, больше гнева и эмоций выдержать это в себе. Слушайте, если будет больше гнева и эмоций, я боюсь, что я себе так или иначе наговорю на какую-нибудь статью. Я надеюсь, что я уже на него не наговорил, но я уверен, что нет. Так что да. Сегодня, кстати, вместо меня должен был быть выпуск другого ведущего, одного из ведущих новостей. Его выпуск будет в понедельник, так что не пропустите, Тимур Каримов, я уверен, проведет офигенный классный кактус. Тимур классный чувак, так что посмотрите, не пожалеете. Кормить себя ФСБ, полицию, Росгвардию, что кармию? Вот их цели. Ну да, прокармливать себя и немножко крошек со стола скидывать тем, кто разгоняет митинги, демонстрации и задерживает наших руководителей штабов и много прочего. Пустая страница. Как, по-моему, победу за Пашелли? Интересный вопрос. Вот, собственно, какая штука. Я очень... Я плохо разбираю в спорте, в этом договорнике, как понять, договорной матч или нет. Я знаю, что, не знаю, какой-нибудь бои без правил, тут рестлинг, знаменитый американцы, он постановочный, но он не становится менее зрелее. Вот это такое прикольное. Знаете, зачем смотреть выбор, если ты знаешь, кто победит? Зачем смотреть рестлинг, если ты знаешь, что они постановочные? Ну, и зрелище ради. Так вот, по поводу футбола. Я не знаю доподлинно, я не могу ничего утверждать, но у меня вот складывается, во-первых, такое ощущение, что да, немного. Могли заповшлять Путин такой, что так, мы сейчас победим с розсчетом 5-0, типичный квасной россиянин просто пеной зальется, пивом обольется, не знаю, водярой зажрется и такой, о, Россия! И не заметит наши новые больные законы и типа, давайте договоримся. Такое действительно могло быть. С другой стороны, сборная Саудовской Аравии, ну, как говорят она, аналитики, слабая и плохая, хрен знает, как будто наша сборная была какой-то хорошей, слушайте. Так вот, во-вторых, у меня вообще есть такая сумасшедшая теория, которую я сейчас выскажу, которая, скорее всего, не сбудется, но, тем не менее, у меня такое ощущение, что, знаете, Путин выделил из каких-то полусвоих, полусвоих друзей, полу налогов, условно, не знаю, 100 миллиардов долларов, раздал сборным, разным сборным, типа, ребят, давайте договоримся, чтобы мы выиграли чемпионат мира, или, не знаю, купил тренеров вратарей других сборных, для того, чтобы Россия выиграла чемпионат мира, или хотя бы оказалось, заняла либо серебряную, либо бронзовую строчку, для того, чтобы укрепить патриотический дух россиян. Почему у меня такая тупая теория, она действительно тупая, кем у меня еще могут быть спортивные теории, камон, потому что, вот когда у нас была история с Крымом и всем этим дерьмом, когда вводили санкции, когда россиянин обеднел, у нас вот Крым присоединили, вопреки всему, ну да, сначала Крым, потом санкции, тем не менее, и типичный россиянин радовался, хотя он просто реально обеднел, и что происходило с его кошельком, и его продуктовой корзиной, это просто тихий ужас. Это во-первых, во-вторых, вот, да, такое стимулирующее патриотическое событие было бы очень кстати. Мне тут кто-то написал про расследование новой газеты про этот матч, про то, что он был договорной. Вообще, когда такой разгромный счет, всегда создается такое ощущение, что он договорной, потому что 5-0, серьезно, но это выглядит крайне странно. Я не очень вижу какую-то статью про договорную матч, это ли это не или нет, я потом уделю этому чуть больше, чуть дольше времени, но, тем не менее. Во-первых, на самом деле, очень хочется просто взять и исчезнуть из города, и вообще из страны, потому что, ну, реально происходит, ну, просто тихий ужас. Извиняюсь. потому что происходит тихий ужас, и я вот серьезно вчера вот гулял по, а, это жду расследование новой газеты, извините, я ошибся, жду расследование новой газеты, что матч-то говорной, вполне возможно. Так вот, мне вообще очень хочется просто исчезнуть, потому что, не потому что я не люблю футбол, я не люблю футбол, тем не менее, а потому что вот это огромное количество людей, которые ходят, во-первых, я реально опасаюсь болельщиков любой страны, особенно, и, в принципе, российских тоже, потому что они очень агрессивные, потому что, знаешь, российские футбольные хулиганы очень любят подраться и кого-то начистить морду, когда этого, ну, совершенно не требуется, и когда об этом их никоим образом не просят. Во-вторых, потому что куча людей везде, которые смотрят матч, которые любят орать, которые такие, да, 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 футбол, знаете, вот мое мнение о том, что происходит, очень хорошо выразил Робин Уильямс на кадрах вот с открытия матча, вот этот кадр, вот именно вот такое ощущение я испытываю ко всему-то чемпионату мира. Люди, которые любят футбол, с ними нет ничего плохого, если вы болельщик, если вы переживаете, смотрите футбол, с вами все в порядке, это вполне нормально, с вами ничего плохого не происходит, но вот люди, которые неадекватные гориллы, которые ходят по городу, кричат Россия, Россия, когда у них вот реально такое происходит, которые, не знаю, докапываются до людей в других, не знаю, футболках, в других стран или командах, которые, не знаю, устроят массовые драки, вот это вот неадекватно. И, короче, мне просто хочется реально спрятаться, пропасть из жизни, из футбола, потому что реально очень некомфортно находиться в такой атмосфере. Вчера еще по Москве по Москве катался медведь в машине, который дудел в узел, тоже очень странное зрелище, я не нашел фотку, но я думаю, вы загуглите, посмотрите, или может наш СММщик выведет в Твиттере у нас, чтобы было видно, что как у нас катался медведь по улицам города, я подумал, что это не особо интересно, тем не менее, тоже была такая странная история. В общем, чемпионат мира идет, я надеюсь, что он скоро кончится, пожалуйста, удача нашей сборной, надеюсь, она победит, все в таком духе, но оставьте меня в покое, пожалуйста, мне ведь еще дурацкие новости про футбол, что зачитывайте, 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 боже мой, помилуйте. Знаете, ящик себя очень забавляет, как люди, которые играют в FIFA, каждый год исправно покупают одну и ту же игру с разной циферкой, вкачивают в нее бабки в свое время и каждый год в нее играют и радуются, серьезно, люди, которые играют в FIFA, никогда их не понимал, ужасно играют в FIFA, играл всего пару раз в жизни, если кто-то играет и вы в этом хороши, вы молодец, происходит в вашей жизни, я не понимаю. Давайте дальше, все, хватит футбол, все, убирайте Робина Уильямса, хотя он очень классный, конечно же, поговорим про что-нибудь другое. Лидер рок-группы Коррозии Металла, Сергей Троицкий, подал документы в мост Госберком и он собирается становиться мэром города. Эта футболка, эта фотография не с выдвижения, это просто какая-то его старая охотка, где он творил очередной трэш. Я не знаю, что здесь особо вам сказать, это какой-то лютый трэш, что здесь комментировать. Он лидер группы Коррозии Металла, у него ник Паук. Напомню, что для того, чтобы выдвинуться самовыдвиженцем в мэры, необходимо, во-первых, собрать подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях, а также заручиться поддержкой 36 тысяч избирателей, то есть собрать по Москве 36 тысяч подписей. Найдет ли Паук больше, чем 4 подписи с этой фотографией, я не уверен, но окей, камон, смешные кандидаты-клоны на выборах, это именно то, что очень любят делать наше государство, наше правительство, когда назначают других странных кандидатов. Кстати, только что я запнулся, потому что кажется, мне дошло, что случайно назвал Робби Уильямса Робином Уильямсом, прошу прощения у всех адекватных в мире людей, разумеется, это Робби Уильямс, а не Робин Уильямс, но у них такие похожие имена, один, правда, мертвый, но неважно, короче, Робби Уильямс, не Робин Уильямс. В общем, Паук кандидатов мэры, и знаете, между Собянином и Пауком я бы проголосовал за Паука, честно вам скажу. Ужасно не люблю Собянина, мне кажется, Яшину в своей передаче кандидат нужно меня пригласить в гости, как гостя, потому что, мне кажется, из всех ведущих на канале Навальный Лайф, я самый ярый ненавистник Собянина, и то, как я бил его грибом, полицию, как я всегда про него говорю, это яркое тому доказательство, потому что Сергей Собянин и мэр, Сергей Собянин олень. Но дальше в Биробиджане интересная история произошла, интересная и очень маленькая, давайте уберем паука, пусть он уползает в свою паутину. Вот, тем временем в Биробиджане националь, местное интернет-издание НАБАТ выиграло суд у Роскомнадзора, представляете, кто-то действительно может победить в суде у Роскомнадзора, и это было интернет-издание НАБАТ, его Роскомнадзор оштрафовал за использование слова пипец в видеоролике. Роскомнадзор, видите ли, посчитал, что слово пипец это, во-первых, нецензурная брань, а во-вторых, слово, обозначающее женский половой орган. Я не знаю, каким образом Роскомнадзор решил, что пипец обозначает женский половой орган, я уверен, что никто из сотрудников Роскомнадзора даже не сможет найти клитору женщины, не то, что знать названия половых органов и тому подобное, даже таких вот синонимов, но тем не менее, собственно, после этого редакция обратилась в областной суд, где разбирательство доделось полгода, после чего, во время которого они доказывали, что слово пипец не мат, и провели фоноскопическую и фонолингвистическую экспертизу, ролик более двух месяцев изучали эксперты, эксперты криминалистического центра регионального полиции, и было установлено, что пипец обозначает конец и печальный итог, а не женский половой орган, как подумал Роскомнадзор. Вообще, я бы сказал, что вот ругательное, нецензурное слово, которое обозначает женский орган, вполне могло бы быть названием и синонимом в принципе такого органа, как Роскомнадзор. Я вам более того скажу, что Роскомнадзор это тот еще половой орган, давно больной сифилисом, спидом и другими различными заболеваниями. И господин Жаров во главе Роскомнадзора это ну слушайте, это абсолютно ужасно, не профессионал своего дела, который своей должности должен лишиться и который, ну, быть который просто позорный и стыдно, объективно говоря. Также, интересная штука, Форбс составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников и депутатов. И нет, на первом месте не жена Пескова, но жена Пескова на первом месте среди сотрудников парада президента. Ну, по порядку. Собственно, для начала депутаты первое место в рейтинге заняла жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена Некрасова. Ее доход составил более двух и трех миллиардов рублей. Телка депутата заработала за год два миллиарда рублей. Как? Каким образом? Наверное, классная бизнес-вумен. Далее идет жена депутата Госдумы, одного из основателей движения Антимайдана Дмитрия Саблина. Про Саблину есть отдельное видео с Жором Жором Буровым прекрасно. Это, кстати, было первое видео, которое я вообще монтировал в ФБК. Посмотрите его на канале Алексея Навального. Так вот, жена Саблина Саблина Алла заработала 700 миллионов рублей. Дмитрий Саблин конченый чмошник, который абсолютно демагог, не профессионал, Жополис, Путинолюб, ну и в общем все формы гомосексуализма у него присутствуют. Гомосексуализм никак как оскорбление никаким образом. Я ничего не имею против геев и любой ориентации, но вот Дмитрий Саблин и многие его друзья и наша власть это знаете, что называется вроде не гей, но явно пидор. Ну давайте объективно говорить, да? Далее. Третье место жена депутата Госдумы Алексея Красноштанова с доходом в 670 миллионов рублей и сенатора Валерия Гаевского в 308. Среди жен администрации президента Татьяна Навка, жена президента пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, ее доход составил в 2017 году 200 миллионов рублей. Среди членов правительства прошлого года больше всего заработали супруги бывшего вице-премьера Игоря Шувала в 89 миллионов рублей, а также бывший министр строительства и ЖКХ Михаила Меня. Миня, мини-мини-мини, мини-мини, 73 миллиона рублей, а также бывший министр строительства и массовых коммуникаций Николая Никифорова 62 миллиона рублей. Общий же доход вошедших в список жен составил почти 6 миллиардов рублей. И подавляющее большинство это жены депутатов Госдумы от партии Единая Россия. ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО У них все прекрасно, у них мужья, ублюдские мужья работают на эту ублюдскую власть, принимают ублюдские законы и радуются, смеются. Конечно же, смешно, будучи депутатом Госдумы, зарплатой в 400 тысяч лишь официально, и каким-нибудь медведевым, имея свою коррупционную империю, или Путина, говорить про пенсию. Они, конечно же, смеются и думают, ха-ха-ха, сколько еще можно терпеть, сколько они могут не выходить на улицы. И знаете что? Наши медведевы не выйдут на улицы. Они за пакет гречки готовы поставить галточку и проголосовать за Путина. Бюджетники, которые их пугают пустыми угрозами, типа, мы вас уволим, хотя они не имеют никакого права, идут и голосуют за Путина на выборах. Голосовали! Продавали свое очко за гречку! Пожалуйста, наслаждайтесь последствиями! У нас же, конечно, не какая-нибудь георопа, где люди отстаивают свои права в демонстрациях. Нет! У нас гораздо лучше! У нас патриотическая Россия, которая готова подставить свое очко под любой закон, который придумывает наша власть. Которая готова сделать абсолютно что угодно, и которая готова потерпеть в любом случае. Дорогие друзья, это неправильно. За свои права нужно бороться. Это к самой георопе, где пенсия составляет в некоторых странах больше тысячи евро в месяц, например, в генеровании. Веками боролись за свои свободы. Люди проливали кровь, выходили на улицы и устраивали абсолютно такие, знаете, интересные смены власти. Я не призываю вас к насилию, к революции, к насильственному совершению режима и прочее. Нет! Я призываю вас к осознанной гражданской позиции, к тому, чтобы не оставаться вне политики, потому что, как вы можете видеть сами, политика рано или поздно войдет в ваш дом, и чем дольше вы остаетесь вне политики, тем быстрее вам понадобится вазелин, потому что политика будет входить в вас в самые неожиданные места все быстрее, грубее, наглее и неожиданнее, дорогие друзья. Так что, дорогие друзья, будьте осознанными людьми, интересуйте политической жизнью вашей страны, выходите на наши акции, выходите на какие-то другие уличные акции, показывайте этой власти, что мы не согласны, и будьте не согласны, потому что соглашаться с такими конскими и ублюдскими законами, это противоречит всем этическим, логическим и здравым нормам. С вами был, по-моему, самый бомбящийся кактус за последнее время. Это кактус, если вы не помните, это утреннее политическое шоу, вел его сегодня Виталий Колесников, большое спасибо, что были сегодня со мной, я видел много ваших комментариев, они все очень интересные, большое вам спасибо. Покажите этот эфир вашим бабушкам, пенсионерам и прочим, поговорите. Ладно, черт с ним, с показыванием эфира, хорошо, донесите до них эту мысль. Сколько бы угодно они не любили Путина, были вне политики, стараясь об этом не задумываться, не больше. Они не имеют выбора, но включиться и быть в политике, потому что иначе это будет просто игранное истребление. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели сегодняшний эфир. Пятница, последний рабочий день, это неделя. Ура-ура, короткая рабочая неделя. Я люблю такие рабочие недели, побольше бы таких. Надеюсь, у вас будут хорошие выходные, продержитесь в последний рабочий день. Большое вам спасибо всем за просмотр, удачного вам рабочего или учебного дня. С вами был Виталий Колесников. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мои соцсети, на мой инстаграм, телеграм, твиттер, флипграф практически везде, или мистерфлипграф. Большое спасибо, до новых встреч. Увидимся с вами, скорее всего, во вторник. В понедельник как-то с Тимура Каримова. Не пропустите. Большое спасибо. Всем спасибо. Слишком много спасибо. Я просто так люблю своих зрителей, постоянно благодарю, потому что вы очень уж классные. И всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok